Здравствуйте, дорогие друзья! Я вам сейчас расскажу про курс, который проходит у меня в закрытой группе ВКонтакте. Это курс по созданию поросят. Это при том, что мы с вами будем создавать не просто поросенка, которого вы видите вот здесь, у него закрытый ротик, но по одной цене вы получаете видеокурс по созданию двух поросят. То есть, что мы с вами научимся делать и в чем отличие? Во-первых, мы с вами сделаем поросенку ротик закрытый, в другом ротик открытый. Также у них различаются глазки. Из-за размера глазок мы делаем разные веки. Веки тоже делаются из натуральной кожи. И из-за того, что здесь глазки всего лишь 6 мм, у нас здесь будет особая работа с кожей. Глазок, который у розового поросеночка, вы можете найти это на афише, там глазки 8 мм, и поэтому размер уже больше, и работа с кожей немножечко строится по-другому. Также специально выбран контрастный цвет, чтобы вам показать тонировку в разных цветовых гаммах. Ну и, конечно, самое главное, это работа с кожей, создание мелких элементов. Вот эти маленькие копыта, маленькие пальчики, сделаны из натуральной кожи, по моей авторской методике. Копыта на передних ножках немного меньше, чем на задних. И я вам очень подробно расскажу, как сделать их, и у вас они обязательно получатся. Также вы можете видеть на веках складочки, как сделать эти красивые складочки аккуратные, как сделать кожаный пятачок. У пятачка есть сквозные дырочки, то есть вы видите нострия у него, кожаные ушки армированные, ну и, конечно, кожаный закрученный хвостик. Хвостик имеет симпатичные складочки, и здесь идет послойная сложная тонировка. У этого поросенка имеется еще надлокотники, есть коленочки, но этого в курсе нет, все остальное присутствует. То есть по одной цене вы получаете возможность узнать этапы оформления различные, этапы тонировки. То есть утяжку мы делаем, совершенно отличается утяжка мордочки у коричневого и розового поросенка. Из-за того, что здесь ротик закрыт, из-за того, что там ротик открыт, то есть вы научитесь делать разные личики. Ну и, конечно, вы создадите своего поросенка, вы можете выбрать цветовую гамму, которая вам близка. И я вам сейчас расскажу о правилах прохождения самого курса. Курс проходит в закрытой группе ВКонтакте, это действительно удобно, потому что вы там можете просматривать видео, вы можете там просматривать фотоуроки, и после этого вы можете присылать соответствующую папку, фотографию определенного этапа и в комментарии написать, с чем вам нужно помочь. И, конечно, я, прочитав это, смогу скорректировать, выделить какой-то фрагмент, который не так получился, и нужно его подправить. То есть я в графическом редакторе обращаю ваше внимание, то есть выделяю эту область, и мы с вами обсуждаем, как можно это исправить. Если вы фото не присылаете, то тогда работайте просто сами, и я к вам не буду приставать. Но если вы прислали мне фотографию, то у нас с вами будет обратная связь, и мы сможем вместе доработать какие-то моменты, которые даются не очень просто. Курс построен так, что может к нему присоединиться даже начинающий, потому что я начала с самых азов. В нашей группе есть начинающие, и для этих девочек я постаралась сделать максимально подробный, развернутый курс, чтобы вопросов больше просто не оставалось. То есть я постаралась осветить все аспекты. Мы начинаем с раскроя, я рассказываю с самого начала про долевую нить, про поперечную, как разложить выкройку, какие оставить припуски, как правильно вырезать. То есть то, что дается в самом начале, вы получаете. И далее, двигаясь шаг за шагом, мы с вами создаем поросенка. Этап пошива записан, показан в виде фотоуроков, то есть на каждый раздел, на однушку идет, одна полка, на голову другая, на ротик третья, и мы делаем все поэтапно. Когда мы приходим к этапу сборка, набивка, у нас идут видеоуроки, очень пошагово, поэтапно, с большим приближением, то есть вы можете видеть, как проходит работа, и повторять все эти этапы, и вам не доставить никакого труда, чтобы сшить и собрать. Сложность начинается, конечно, на этапе помоления кожи, потому что здесь нужна определенная кожа, какая я, конечно, рассказываю, показываю, но с ней нужно научиться работать. Ее нужно почувствовать, нужно почувствовать ту степень кожи, когда она начинает уже твердеть, потому что застывшие детали, они становятся твердыми. Почему они твердеют я вам, и как сделать, чтобы они затвердели, чтобы как будто держали форму, я вам расскажу и покажу очень подробно в курсе. Ну, и, конечно, когда вы будете выходить со мной на связь, если вы будете показывать, как вы проделываете работу, вам нужны будут мои советы, я буду очень признательна, и за доверие, буду рада вам помогать, очень рада буду видеть ваши итоговые работы. для меня большая гордость видеть, и радость очень большая видеть, то, что у нас получается на курсе. Итак, небольшой такой экскурс в курс, который сейчас проходит. Если вам интересно, задавайте вопросы, я всем отвечу, подскажу. А мы с поросеночком желаем вам творческих успехов, и до новых встреч. Пока.